В этом эпизоде инскрипшн мы узнаем, что Юджин играет совсем в другую игру. Погодите, погодите, погодите. У нас сейчас будут совсем другие карточные игры. Я не... Если... У нас будет... А-а-а! Который он устроит и модный показ. Мы можем аватар себе выбрать? Как прикольно. Так, мне нравится, чувак в шляпе был. Вот он. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в инскрипшн. Или, знаете, продолжать какое-то странное, неподходящее слово здесь, потому что мы начинаем новую игру. Что? Стереть сохранение и начать новую игру? Да, стереть, как скажешь. Он не даёт мне начать новую игру и стереть сохранение. Это что, подвох? Инициация программы новая игра. Создание нового сохранения. Чистка данных колод. Господи, всё. Этого не было. По-моему. Или было в прошлый раз. Испокон веков миру были неведомы карты. Давайте не будем пропускать. Ещё раз посмотрим эту заставку для тех, кто впервые подключился к видео. До тех пор, пока не прибыли переписчики. Вот это вот горностай, жук, вонючка. У каждого из них был свой почерк для создания карт. Гримора своим пером сочиняла усопшим Эбитафии. Леший своим фотоаппаратом запечатлевал зверей дикой природы. Поз своим сканером частиц скопировал процессоры роботов. А Магнификус своей кистью изображал тех, кто учился у него волшебству. Сформировав карты, переписчики укрепили свою власть. Но до сих пор мы только с животными встречались. Мы были только в мире лешего. Погодите, погодите, погодите. У нас сейчас будут совсем другие карточные игры. Я не... Если... У нас будет... А-а-а! Погодите, я прям в восторге, неужели? Так, выберите стартовую колоду, чтобы избрать свою цель. Да, я, конечно, не уверен. Потому что была жук-вонючка, был вот... Как его? Горностай. Давайте выберем его. Ваша цель заменить поз и стать переписчиком технологий? Ну, давай, хорошо. Карта добавлена в вашу коллекцию. Теперь мы можем идти. Что это? Это четыре мира. Вот здесь лес и хижина. Слушайте. Это реально. Это реально. Это, походу, реально. Только мы должны пройти вот этот вот РПГ. Оф! Я уже собиралась всё тут забросить. Я помню это лицо. По-моему, в The Hex было похожее существо. Но, наконец-то, заявился и соискатель. И мне снова надо работать. Посмотрите по его прохождению в The Hex. По-моему, третий выпуск. И там будет как раз-таки вот похоже что-то. Зелёный гоблин. Я дострою этот мост через... Говорю сразу, я дострою этот мост не раньше, чем ты одолеешь одного из переписчиков. Так что, эм, вернись попозже. О, и, кстати, я в курсе, что ты снова выбрал новую игру. Ты, наверное, захотел получить новую стартовую колоду или что-то вроде того. Понимаю. Но и ты пойми, что каждый раз я буду начинать строить этот мост заново. Так что не увлекайся, ладно? Окей, то есть мы должны будем жать продолжить. Наверное. Я так взволнован сейчас и немного в смятении. Что это значит? Эти игры действительно соединены? Игры, которые пытаются самосознание обрести. Итак, мы можем здесь. А что сказал, получается, тролль? То есть мы должны обязательно продолжать игру. Мы больше не должны жать, начать новую игру. Все сотрется. Где мы? Ты пришел? Чудесно. Я Гримора. Переписчица мертвых. Если желаешь бросить мне вызов, то сперва прояви смекалку. Ты должен понять, где находится надгробие моих любимых гулей. Мы как будто бы вообще в другую игру играем сейчас. Что это? Вы нашли обломок эпитафии. А, этот, наверное, тоже обломок эпитафии, да? Да. Сразу сохранялочка у нас идет. Ага. Стоп, мы... А, вот. Съеден голодным псом. Сюда. И здесь не держит обиду. Соответственно, нам не хватает еще одной. Но, опять же, мы только нашли... Видите? Тут должно 9 быть фрагментов. Мы только 9 сможем. А-а-а-а-а. Да. Нам нужно будет их правильно распределить. Окей. Вот эта тварь страшная. А что за череп? Что за череп? Его нельзя. Ладно, давайте сразимся с призраком. Чу! Живая долька лимона на подходе. Яркая и сочная, как долька лайма. Думаешь, что сможешь выжить из меня? Поражение! Что-то нечисто. Колода твоя не подходит. Вернись ко мне, когда соберешь хотя бы 20 карт. Таб надо нажать. У меня всего 5 карт. А-а-а. А-а-а. Мы ставим сюда, и у нас мы видим в инвентаре. Давайте. Что? Вот тут подразделения. Животные, мертвые, роботы. И... Маги. Друидище. Поработай. Что? А, как раз таки, видишь, из этих 3. Здесь их 5, этих 6. Или нет? Попрыгунчик. Попрыгунчик блокирует атаки существа с символом летунов напротив. Блин, только я освоил игру, как мне начинают новые правила вкидывать. Хотя, погодите, ну это же то же самое, что вот. А, нет. Попрыгунчик вот означает. Блокирует атаки существа с символом летунов напротив. Окей, хорошо. А-а-а. Шахтер. Смотрите, как написано. 6-4-х-7-йор. В конце входа владельца шахтер перемещается в сторону, изображенную на символе. Еще раз. В конце входа владельца шахтер перемещается в сторону, изображенную на символе. Ну да, все то же самое. Автоматон. Дроидище ничего не делает. То есть, все те же самые символы, на самом деле. Так я не понимаю, что вот эти вот дольки означают. Возможно, какой-то урон дополнительный. Или мана, может быть. Ну давайте возьмем его. Да, блин. У нас, в общем, есть дроидище. Поработ. Ну вот этого надо взять одного. Всех возьмем. Так все возьмем. Вообще все. Окей, и выходим, да? Правильно? Ого! А колода-то стала правильной. Можем сразиться. Вот как неудобно смотреть на это в таком виде. Ага, я поз. Сечешь? Ты выбрал мою стартовую колоду. Значит, ты должен научиться использовать энергию. Да, это энергия. Получается вот эта вот синяя штучка. Что, мне правда нужно это объяснять? Да, одна энергия. В начале каждого хода твоя максимальная энергия увеличивается. Неважно, сколько ты уже потратил. В начале каждого хода твоя энергия восстанавливается до максимума. Дошла? В начале каждого хода моя энергия восстанавливается до максимума. Смотрите, против нас. Кто? Да, блин. Я забыл вот этот символ, что значит. Смерть. А, это как гадюка будет. И еще и вправо будет двигаться или что? В конце хода владельца корабль призракой и перемещается в сторону, изображенную на символе. А на освобожденной ячейке... Появляется скелет. А-а-а. Хорошо. А скелет сколько бьет, интересно? Так, это скелет. Вот, мы видим, сколько он бьет. А теперь скелет погибает сразу после атаки. А, он хрупкий. Что ж. Этот будет перемещаться направо. Но у нас всего... Как бы получается энергия, это вместо... Белок. Видите, да, мы можем. Мало энергии. Все, хорошо. Тогда мы сейчас используем. Давайте используем. Ну, в целом, только тебя и можем использовать. Фиговая колода. Мало энергии. В начале каждого хода максимальная энергия увеличивается и вся доступная энергия восстанавливается. В смысле, мало энергии? Вот, мне хватает. Или... Х3, да. А-а-а. Это одна, это две, а это три. Тогда чё, я просто, получается... Что это значит? А-а, это молоток, я могу кого-то разбить. Да, в принципе... Давайте посмотрим. Бам, удар. Скелет превращается в груду костей. Все. Он бьет и подыхает. Корабль-призрак перемещается на другую ячейку. И скелет тут же сбегает с корабля. Это я вижу. Кстати, корабль мы не грохнем. У нас теперь две ячейки. Что мы можем сделать? Мы можем поставить двоих вот этих. Раз, два. Будет удар. Да. Мало энергии. В начале каждого хода максимальная энергия увеличивается и вся доступная энергия восстанавливается. Что? Почему? А, господи, три! И я... Всё, всё. Вижу, 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 вижу. Нам нужен только вот этот один. Что ж. В таком случае мы поставим его сюда. Он ударит и в сторону пойдёт. Видишь? Ты потратил энергию на карту. Но она восстановится в начале следующего хода. Надоело меня слушать? А мне вот болтать надоело. У меня есть дела поважнее. Ещё увидимся. Смешной. Так. Дэнкс. Удар. Шахтёр перемещается на другую ячейку. Корабль-призрак вныривает на поверхность. Тут всё комментирует. Меня убили. Скелет превращается в груду костей. Угу. У меня уже два урона нанёс. Корабль-призрак перемещается на другую ячейку, и скелет тут же сбегает с корабля. Хорошо. Так, у меня три. Что это? Паработ. Бьёт на два. Давайте. Тут надо шесть энергии. Пока ещё я не могу этого сделать. Ну чё, мы можем вот этого, получается, поставить. Вот сюда. Всё. Да давайте его сюда поставим. Вообще пофигу. Мы сейчас как раз-таки будем блокировать удар. Так, хорошо, нанёс. Шахтёр перемещается на другую ячейку. Корабль-призрак выныривает на поверхность. Ага, скелет превращается в груду костей. Видите, как здорово. Видите, как замечательно. Корабль-призрак перемещается в другую сторону. Хорошо. Ячейки опять набираются. Четыре. У нас такие клёвые карты появляются. Но ещё рано. Так, что мы можем сделать? Мы можем ударить. И всё. Пока что всё. Можем просто ударить. Больше у нас ничего нету. Разве что мы можем ещё одну защиту вот так поставить. нам главное перевес сделать. Окей. Ждём. Пять. Пять. Это, кстати, неплохо. Но можно подождать ещё один ход и будет два удара. Это сильно. Давайте, бьём. Хоп. Вот. Они сдохли. Корабль перемещается. Корабль перемещается. А теперь мы бьём вот им. Хорошо. Мы почти что уже выиграли. Почти что. Вот последний удар, по сути, остался и всё. Так. Кем мы можем? Давайте тебя сразу. Хоп. И удар. Бам-бам. Всё. Мы победили. Излишний урон. Мы получаем фойловые карты. Очень прикольно. Ах ты ж. Апельсин мне в гланды. Сперва возьми-ка это. Вы получили смертоносный набор карт. О. Это нежить. У нас будет получаться и роботы, и нежить. Но я вам могу взять только какую-то одну, правильно? Итак, костяная гончая. Когда существо противника встаёт напротив пустой ячейки, костяная гончая занимает эту ячейку. То же самое. Но она не разваливается, ведь нет? Нет, ведь у неё нету символа хрупкости. Расхититель гробниц. Используется при нажатии. Отдайте одну кость, чтобы забрать в руку скелета. Угу. Фанат самоцветов. Если на доске у владельца нет моксов? Что? Моксы? Фанат самоцветов погибает. И олень. Из мира животных. В конце хода владелец, олень, всё то же самое, кровь. Мы можем, получается, и вот такие вот карты приносить в жертву оленю. Давайте возьмём гончую. Что? Надо сначала нажать вот это. Карты добавлены в вашу коллекцию. А, все карты добавлены. Раз уж ты меня в пух и прах удел, я тебе расскажу свой секрет. Звать Роял? Над гробью справа. Вот тебе верхушка. Вы нашли обломок эпитафии. Надпись Роял Доминигес. 80... 589 год, весна, 1632 год. Очень давно он жил. Древний. Как я уже говорил, звать Роял. Надгробная плита с правой стороны. Разрази меня гром, жизнь не дала мне лимонов, потому я и помер. Хорошо. Ты. Потом с тобой разберемся. Давай тебя. Кто-то в колодце погиб. Брррр. Кто-то забыл выключить кондиционер? Да вы что, серьезно? Здесь же дубак страшный. Может, партия в карты меня разогреет? Может быть. Трудно так привыкнуть к интерфейсу этому. Так, что у нас будет сейчас? Это штука лед. Нельзя пожертвовать, когда Драугр... Драугр погибает, существо, находящееся внутри этой карты, вырывается наружу. Что-то страшное, судя по всему. Его лучше вообще не бить. Это что такое? Банши. Атакуют противника напрямую, даже если напротив есть препятствия. Ага, просто банши. Просто банши и ничего такого. Но мы можем против банши выставить тебя. Так. Это пока все, что нам доступно. Есть. две ячейки. Ага. У нас нет выбора, кроме как он все равно рано или поздно ударит. По вот этой штуке там что-то страшное. Скорее всего, там будет скелет, на самом деле, мне что-то кажется. Ничего такого сверхопасного. Давайте. Бам! Удар. И шахтер перемещается в другую сторону. Сейчас птица убьет моего робота. скелет сдох. Теперь у нас снова ты, получается. Сюда ставим, а тебя вот сюда. Бьем. Раз, подохло. Блин, что же там? Драугер выпускает существо наружу. Скелет! О боже мой! Нет, только не скелет. Шахтер на другой ячейки перемещается. Все. Опять этот ледяной костяной. Так. Три ячейки. Один-один будет сейчас атака. Два мы нанесем. Мы уже, в принципе, лидируем. Раз. Пока все. Раз-два. Обида какая-то гребаная. Вот что так убивают? А где же мои колоды еще? О, вот, новенький. Пять! он удаст, удаст, ударит одну, получается. Какие-то очень слабые уроны у всех. Давайте вот так сделаем, хоп и хоп. Потом у нас, видите, равновесие. Я не люблю равновесие в этой игре. Важно, чтобы он перевес в сторону мою. Ну, то бишь, в сторону противника, чаши противника. Так, скелет выпускается. Пожалуйста, бейтесь, бейтесь, мои воины, храбрые воины, бейтесь! Заклинаю! Итак, что мы можем, что мы можем сделать? Вот этот на три атакует. Ё-моё! На три, на три, на три. Ну, давайте пока поставим вот сюда его. В следующем ходу вытащим бугая нашего. Раз, два. Еще чуть-чуть осталось. все, мы, кажется, победили. Отлично. Это, в принципе, все. Раз, два. Все. Перевесили. Ты победил, но теперь мне чуть теплее. Возьми один набор, считай, это подарок. Вы получили смертоносный набор. Итак, хорошо. Пул. Ходячие подлецы. Когда ходячие подлецы погибают, вы получаете четыре кости вместо одной. Понял? Он еще урон дает. Это что? Мертвая рука. Когда на доске появляется мертвая рука, вы теряете все то, что было у вас в руке. А затем берете четыре новые карты. Все, что у нас было в руке, погибает. Понятно. Это что такое? Клубок из белок. В конце хода владельца клубок из белок перемещается в сторону, изображенную на символе. А на освобожденной ячейке появляется... Что появляется? Как нам посмотреть? А, вот. Появляется белка. Окей, клубок белок и следующий зеленый маг. Когда на столе появляется зеленый маг, сила этой карты равняется количеству зеленых камней на стороне ее владельца. У меня нету камней. Карты добавлены в вашу коллекцию. Раз уж ты победил, мне придется признаться. Меня зовут Кейси. Кейси Хоббс. Мое имя написано на надгробии слева. Вы нашли обломок эпитафии. Надпись Кейси Хоббс. 1970-й, зима, 1992-й. Какое разное время смерти у них у всех. Хорошо, смотрите. Он сказал справа? Он сказал справа. Или нет? Я невнимательный такой. Кейси. Так, меня зовут надгробие слева. А, извините, слева. Справа это у него. Я забыл его имя, но не суть. Так. Кейси Хоббс сюда. Все, это мы точно. А вон, вот сюда, Роналд Макдональд. А Ройл Доминигес. Домингес. Съеден голодным псом, не держит обиду. Ладно, теперь ты. А нет, а нет, не смотри на меня. Не рычи, не обнюхивай меня. Умоляю. Если хочешь сразиться, то, пожалуйста, давай по-быстрому. Давайте по-быстренькому сразимся. Итак, что же это такое? Это что, костяного гонча? Ага, понятно. А что мы можем противопоставить ей? Ну, только эту. Вообще, это полный отстой. Ну, ладно. Блин, и Мак может быть разбить эту карту, потому что это сильная, сильная очень карта. Давайте поставим вот сюда. Хотя разобьем. А, я могу только по своей ударить карте. А что это даст нам? Я без понятия. Окей. Бам. Есть. Шахтер перемещается на другую. А почему не у него отнялось? Так, очень плохо, очень плохо сразу. Так, мне нужна новая карта. И это все, что я могу? Как? Это все низко. Какой кошмар. Ладно, давайте пока подождем. Нет смысла ставить. раз. Это что такое? Какое-то сраное говно. Автоматон? Ну иди сюда. Ты иди сюда. Костяная гонщина срывается с места и занимает оборону. Ага. Блин. Блин. Потому что пустая ячейка была, да? Ну ладно. Бьем. Зато мы сейчас урон хотя бы нанесем наконец-то. Так. Пять. Вот. Хорошо. Бьем. Раз-два. Живы. 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 Прекрасно. 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 Вот оно что. Кранты тебе. Просто кранты. Да. Не. Все. Я победю. Все. У нее больше ничего не осталось? Хо-хо. Дружище. Как тебе больно сейчас будет. Все. И лишний урон пошел нам на фойловые карты. У них 9. Все кончено. Ты меня обглодал. А теперь пожалуйста отвернись. Лучше взгляни на этот набор. Вы получили смертоносный набор карт. Ууу. Ходящие мертвецы. Груда костей используется при нажатии. Отдайте две кости и груда костей получит одну единицу здоровья и силы. Прикольно. Это саркофаг который взрослеет. Это маг стимуляции. Используется при нажатии. Отдайте три единицы энергии и маг стимуляции получит одну единицу здоровья и силы. Ну и олень. Все. Все забираем. Меня зовут Сойер. Моя могила в центре. Прошу тебя. Не выкапывай мои кости. Вы нашли обломы капитафии. Сойер отель. 1702 осень 1778 года. 76 лет он прошел. Так. Все. 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 Он ничего не скажет. О. Погодите. А это что такое? Вы копошитесь в костях и находите набор карт. А. Евгений. Какой молодец. Какой умница. Еще набрал всадник без головы. Летун. В конце хода владельца всадник без головы перемещается. Ага. Все. Ну тут в принципе все видно. 13 чего-то там костей хочет. 13 костей. Еще клика фараона. Когда клика фараона приносится в жертву вы получаете три капли крови. Ага. Ну это все. Она еще и выживает после принесения в жертву. Блин. Хорошая карта. Мы еще нам нужно еще туда вниз идти получается. Ага. Вот табличка. Есть. Смерть от цинги. Из саркофага повеяло гнилю. Цинга. Холод. Я точно уверен что это оттуда. Так. Что это? У тебя нет подношений. А. Мне нужны подношения какие-то ему. Я должен что-то поднести. Могу ли я? А я же могу пройти. Вы достали обломок эпитафии. Дефибриллятор не помог. Давайте сейчас мы чтобы не запутались. Вот сюда мы ставим Сойер Патель. Отлично. Вот отсюда нам нужно забрать про собаку. Так. Забираем. А вот здесь вот все. так. Съеден голодным псом. Вот так вот. Смерть от цинги по-любому сюда. Вот значит не держит обиду пока непонятно. Мы можем только вот здесь еще порыться. В саркофаге помимо всего прочего вы находите обломок эпитафии. лед упал на голову. Среди ошметков вы находите набор карт. Окей расхититель гробниц. Мускулистый маг. Странно для мага быть мускулистым. Корабль призрак. И саркофаг. Да мы это все знаем. Также толкает все карты вперед. Это надо учесть. Точнее не вперед а в ту же сторону. Окей карты добавлены в коллекцию. Очень большая коллекция у меня теперь. Давайте пообщаемся с нашими ребятами еще раз. Когда-то я был самым отъявленным пиратом на морских просторах. И где я теперь погребен под надгробьем справа. Все смерть от цинги была у него. Короче кто не шарит так а этот лед упал на голову. Цинга возникает у моряков не помню отчего я тоже не шарю. Я помню что может быть отравленные консервы если сожрать не отравленные а такие знаете консервы которые подпортились там начинается окисление по-моему тоже вот от этого короче стрёмная болезнь смерти цинги вот но пират этой консервы никак не связаны что-то другое ща погодите я все напутал цинга это нехватка витамина с острая поэтому да поэтому да у моряков это часто случается в общем это я знаю о смотрите хочешь что-то купить что мы можем купить как смотрите а вот что мы используем вот эти карты или вот это что значит смертоносный набор набор состоит из одной редкой карты четыре обычных карт при этом редкая и две обычные карты носят смертель смертоносный статус ну мы за пять мы бы могли конечно купить но у нас нет денег груда костей и это что могильщик дарит своему владельцу одну кость в конце его хода и зомби какая-то шляпа нам нужно еще одну такую найти давайте пороемся где-нибудь больше я не могу ничего сделать мне не хватает еще трех табличек итак сколько у меня их дефибриллятор не помог не держит обиду съеден голодным псом допустим и дефибриллятор не помог погодите у нас же еще вот наверх мы можем пойти господи невнимательный я ооо вот и обломок лечить было нечем конечно же нечем было того кто опа смотрите что каждый раз разные мы меняемся о мы можем аватар себе выбрать как прикольно так мне нравится чувак в шляпе вот он все 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 давайте лечить было нечем есть я правильно отгадал чудесно думаю у тебя достойная голова на плечах ты готов тебе меня не одолеть чего не все это говорят они просто меня заводят да чудесно просто чудесно я же боялась что это надгробие заточат меня здесь навсегда заперти по власти ума соискателя пока однажды меня кто-нибудь не найдет однако ты сумел до меня добраться и теперь нам пора сразиться на самом деле мои прислужники не умирают по-настоящему посмотрим как ты справишься да надеюсь я нормально справлюсь у нас здесь есть оборона нам предстоит что это значит не знаю два две ошибки у нас только есть но обороняем надо учесть что когда мы ставим на свободную ячейку пес перемещается туда мы можем таким образом каким как-то хитрить потом хорошо пока что терпим пропускаем ходы итак что это что это такое банши атакуют противника напрямую ага он летающий надо ставить сюда все он не может играть этим а вот это что такое саркофаг а перевоплощается в сильную карту окей терпим пока он не может бить ну вот теперь как раз таки нам желательно ударить а мы не можем ударить ничем придется потерпеть он будет всего лишь один урон наносить так что это не так страшно ведь так ведь так хорошо раз саркофаг становится взрослее какой взрослый саркофаг какой сильный саркофаг что славная битва можешь вновь испытать свою удачу соискатель но не жди что я буду поддаваться еще раз прекрасно меня до сих пор трясет от нашего предыдущего боя ангард прислужники готовьтесь к смерти а после снова к жизни окей что-то я сделал не так я могу разбить что будет когда я разобью я просто разобью и все карта исчезнет чего-то нам не хватает походу для игры нормальной так надо от собаки избавляться бьем раз о боже мой а мне даже нечем обороняться это же пипец какой-то я сдохну я сдохну шесть какая-то ну и сделал я ему один урон ну и все всосал раз два три четыре один а ну все шесть перевес шесть и я подыхаю моих бессмертных существенно нелегко одолеть возможно тебе следует отыскать больше наборов чтобы исправить положение ну-ка здесь мы просто выходим мы можем в хижину ого ого два равно три нет нет рыбки нет прохода это же это же рыбак пос а это старатель вы открываете сундук и находите внутри набор карт вы получили звериный набор карт отлично использовать тут ничего в принципе нового нету я все это уже знаю забрать проклятие это проклятая псина опять запутала хочешь пройти дальше хотеть не вредно сперва мне нужно убедиться что моя девочка цела как я это сделаю что я сделать должен здесь нету два равно три я вообще не понимаю что как необычно видеть эту место мы в ней пробыли всю игру я думаю что это и есть наш мир перестань дрожать единственное чего тебе стоит бояться так это собственные некомпетентности узри меня я леший переписчик зверей мы оба желаем сражения но для начала я знаю о чем ты думаешь нет это не мой легендарный фотоаппарат не тот которым я создавал карты зверей это всего лишь дубликат можешь взять его чтобы снимать зверушек у лесу мои приспешники старатель рыболов и охотник прежде чем с тобой сразиться они захотят увидеть твои снимки вернись когда сразишь их всех блин как все поменялось внезапно итак это игра вновь квест но тут мы уже начинаем больше понимать что нас ждет нам нужно набрать 5 урона вот это бьет сразу стоп мы сделаем вот так мы сделаем вот так 2 урона 3 5 отминусуется отминусуется попробуем ага сейчас вот так стоп вот вот так может быть сделать сюда сюда нет это то же самое будет плохо вправо не могу перемещать да так 3 а если вот так сделать то что будет 2 потому что крот повсюду перемещается в таком случае нам нужно использовать птиц может быть хорошо вот блин нет раз а если так нет есть ящик открывается со скрипом и внутри находится набор карт отлично звериный набор карт прикольно как сделаем видите мы раскрываем упаковочку и находим новые карты так угарь это что-то новое когда ага угарь траляляляляляляля он требует еще плюс одну энергию он владелец карты получает энергию он дает энергию класс собираем вы получили звериный набор карт еще один волчонок угарь хорошо и банши все с этим ведь все да больше ничего здесь нету итак он говорит что нам нужно одолеть сначала всех его приспешников сейф два что-то там равно три а как там было до этого два семь три по-моему да ой я открыл вы забирайте смердящую кучу мяса из сейфа что это за куча там там где раньше лежало мясо чувствуется слабый запашок а здесь ух кто-то такой торговец хочешь что-нибудь купить у тебя часом при себе нет шкурок Нет, обидно. Но я также принимаю ойловые карты. У меня их четыре. Так, когда ураборос... Ураборос восемь стоит. Такая хорошая штука. Пока не будем ничего брать. Как мне выйти-то отсюда? Вот. Нет рыбки, нет прохода. Погодите. У меня просто адски много всего, конечно. Но где фотоаппарат, который я взял? Погодите, я же могу изменять набор карт. Я сражался только вот этим говном, когда надо было сражаться вот... Здесь у меня на самом деле нет ничего прикольного из роботских. Я бы мог брать, например, вот это. Так, что мы можем изменить? Точнее, добавить. Мы можем добавить? Да, мы можем добавить еще в колоду. Я какую-то кальную колоду собирал все это время. Итак, амфибия. В конце хода владельцы корабль призрак перемещается. Ага. И оставляет скелета. Вот эта штука хорошая. Потом... Птица атакует противника. Есть. Еще можно и зверей взять. Например, оленя, белок. Тебя. А мы можем бесконечно набирать? Да! Так... Ура, Юля возьмем. Кажется, это все. Давайте еще одного его возьмем, может быть. Давайте. Кости получаем. Вытереть все то, что было... Нет, мне не нравится. Эта колода плохая. Вот. Вот теперь можно выйти, да? Насчет фотоаппарата я так и не понял пока, что надо фоткать всяких зверушек. Давайте сразимся с ней еще разок. Ты не теряешь надежду, меня это уже утомляет. Но я все равно должна принять твой вызов. Посмотрим, как ты справишься. Угу. Это все? Это, кстати, мы уже можем, типа, ставить, получается. Используется при нажатии, отдайте две кости и груда костей, получат одну единицу здоровья. И одну единицу силы. Ага. Это все рандомность выдается, да? Я просто не понимаю, как мне получить другую колоду. Просто она будет вытаскиваться оттуда на рандоме. Давайте пока вот сюда поставим. Ты только что сыграл картой с активированным навыком. Остынь. Все путем. Чтобы активировать нажми на символ. Как на кнопку. Но для этого ты должен заплатить соответствующую цену. Я понял. А у меня костей ведь и нету, да? Значит, все. Рассасываем. Ну, терпим. Все, он сейчас сдохнет. Ладно, я понял. Это было тупо. Но у меня и костей-то все равно только одна. С него вообще бы не выпало ни одной. И там он бы стоял бы здесь, просто втуплял бы. Я ничего не могу сделать пока что. Пропускаем. Оп. О, боже мой. Что ж. Боюсь, нам придется что-то предпринять. Например, вот сюда поставить. Сейчас эта штука выскочит. Ну, я, короче, просрал опять. О, боже мой. Нет. Мы плохо. Мы плохо. Мы плохо. Мы плохо. Знаете, что я думаю? У нас очень плохо все. Вот что я думаю. Вот. Все. Давайте попробуем теперь так. Ага. Ага. Значит, мы можем поставить. Нужна одна кость. Нам никого не можем поставить. Нам нужна кровь. Типа я мог бы поставить вот эту, получается. Собака. Активированную навыку. Да, я понял. Я понял. Все. Может, не изучать меня. Собака поставится сюда. Сейчас мы получим. Мы можем вот так сделать, получается. Да? Принести в жертву. И поставить. А-а-а. Нет. Может, сдохнет сейчас. Нет. Не сдохнет. Потому что мы сделаем вот так. Отлично. Раз. Удар. Окей. Выпускается. Крутая штука. Да. Вот это я сыграл. Вот это я сейчас хорошо сыграл. Теперь. Вот сюда ставим. Чтоб собака переградила путь вот этой твари. Сейчас этот саркофаг дурацкий выскочит. И я его тут же убью. Оп. Скелет превращается в груду костей. А тем временем мы победили. Ты почти справился. На. Следующий этап тебе не понравится. Что? Все ваши карты рип. Ты скучаешь по ним? Не волнуйся. Конечно же, ты получишь их обратно. В виде трупов. Просто труп волка. Окей. Он даже не бьет. Стой. Хорошо. Но это костяная гончая срывается с места. Извините, извините. Обратно. Да, обратно ставим сюда. И теперь давайте оленя принесем в жертву. Точнее, оленю в жертву. В жертву принесем. А это ставим вот сюда. Блин. Не то я сделал. Ладно. Олень перемещается. Хорошо. Полный отстой. Полный отстой. Я сейчас вытворил. Совсем плохо. Так. Надо убить гончую обязательно. Раз, два. Чудесно. Настал момент для моего пера. Костяная гончая. Рип. Ага. Этот зверь еще вернется. Она возвращает себе карту обратно. Олень перемещается. Хоп. Ничего, ничего, ничего. Ура, Юли. Это же мразь еще та. У вас недостаточно крови. В смысле? А я что, не могу принести робота в жертву? У вас надо сейчас крови, чтобы добыть больше крови. Жертвуйте своими существами. Так вот же. Я хочу пожертвовать. А, ему четыре, извините, извините, ему четыре. Все, я вижу. Ну ладно. Хоп. Не страшно, смерть этого еще. Это еще не конец, Саке. Она записывает их, и они возвращаются. Блин. Полное говно. Куда ты? Взял, сдох. Жив? Окей, пока я жив. Значит, сейчас три урона нанесу. Раз, два, три. Сейчас я подохну. Я сейчас подохну. Нет, я не подохну. Я жив. Фух. Я жив. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Да дайте мне уже что-нибудь. Что это за говно? Не могу ничего сделать. Просираю. Окей, хорошо. Она записала банши. Ладно, ну хотя бы сейчас мы сдержим атаку одну. Но это смерть. Мы просрали. Окей. Давайте по одному сделаем. Попрыгунчик. И один шахтер. Больше вот этих существ. Сейчас попробуем поиграть. Поначалу, блин, хорошо все пошло. Но потом я сложал. Мы можем поставить никого. Ну ладно. Что это? Я не могу никого поставить. Что-то говно. Сразу сдох. Короче, я разложил карту еще по-другому немножечко. Посмотрим, что получится. Окей. У нас есть. Скелет. Теперь мы можем взять, поставить белку. Стоп, это что? Ставится вот сюда, да? Так. Как раз таки две карты. Подождите, вот так ставим. И вот сюда. Хорошо. А эту ставим... Вот сюда. Отлично. Теперь нам нужно... Всего лишь одна кость получается, правильно? Да, одна кость нужна. Сейчас мы вот это сделаем. Убьется. Надо было сюда поставить. Под собаку, чтобы белка могла пойти, да? Хорошо. Нажимаем. Выкапывает скелета. Опа. Ставим вот так. И... Не, не хочу пока... Блин. Кажется, было бы круто олененка поставить, но олененка тут же убьет. Так, пока ждем тогда. Так, скелет превращается в груду костей. Оп, хоп, хоп. Окей. Че, можешь поставить бота? Мы можем, значит, сделать вот так. Раз. Скелета. И надо второго скелета. Значит, что делаем? Сейчас поставим вот сюда. Поставим... Олененка вот сюда. Но, походу, его сейчас убьют. Ну, что поделать. И поставим вот сюда скелета. Так. Так. Все, он сейчас перевернется, станет мразью. Так, хорошо. Это на белку отличется. О, боже мой. Оп. Боже мой. Плохо. Так. Секунду. Секунду, секунду. Давайте. Раз. Два. На этом мы будем выезжать сейчас. Скелет, скелет. Скелет. Раз. Два. Ставим сюда. А этого сюда. Страдания. Ну, они снова появятся, естественно. Такой сложненький босс. Ну, конечно, возможно, нужен был еще как-то более грамотно карта расставит. Но я... Так. Оживи. Вы будете атаковать или как? Ура, Юли. Я могу вытащить пять скелетов себе. Раз. Точнее, четыре. Ну, могу пять, да. Но мне нужно четыре. На всякий случай. Давайте все вытащим. Раз. Два. Он что, бессмертный? Я не понимаю. Типа, а не может его ударить? Нет, она бьет по мне. Хорошо, продолжаем пока бить. Окей. Что у нас будет, получается, удар? Вот, давайте его поставим, наверное. Какая разница, да? Вот так ставим. Фойт. Есть. Саркофаг сдох. Это очень хорошо. Продолжаем бить. Давайте вот его. Слушайте, мы, походу, сейчас выиграем. Это победа, это вин. Волчонок. Хоп, ставим сюда. Фойт. Костяная гончая ушла. Эй, я же победил. Я же победил. Нет, еще не победил. Немножко осталось. Давайте вот волчонка поставим вместо этой белки. Она уже бесполезна здесь. Все. Вот это победа. Наконец-то потасовал карты и с умом подошел ко всему. И выиграл. Вот такая вот, ребят, жизненная философия у меня. Просирать сначала, а потом выигрывать. Ты почти справился. Но следующий этап тебе не понравится. Погодите, это еще был только первый этап. Я еще не победил даже. Как обидно. Давайте возвращаем вот сюда этого. Ведь он все равно же работает. Да, он работает. Эти просто будут как защита. Мы можем поставить летуна сюда. Вот сюда поставим летуна. А, нет. Нет, 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 нет. Не надо было, не надо было этого делать. Давайте у Раюли сразу поставим. Пофигу на этого скелета. Надо было, на самом деле, этих в жертву принести. Но хрен бы с ним. Раз, два, три, четыре. Вообще! Пофигу. Вот сюда. А может надо было вот сюда? А может быть надо было сюда? Ладно, не суть. Давайте всех выставим. Чтобы по максимуму. Оп. Ну что такое? Раз, два, три. Так, всего пока три. Надо было у Раюли ставить сюда. Все, я понял. Да, там же минусуется. Ой, блин. Дереба. Деребово сделал. Но ничего. Мы ставим волчонка вот сюда. Вот так вот удар. И все. Победа. Есть! Еще плюс пять. Девять. Мы сможем урабороса купить. Ой, я этого не ожидала. Победа! Ты и вправду меня победил. Я этого не ожидала. Твоя цель заменить поз. Но скажу тебе по секрету. Вскоре тебе представится возможность изменить свое решение. И я прошу у тебя пощады. Возьми эти карты и уходи. Окей, что у нас есть? Банши, мертвая рука, силовой маг. Блин, не терпится магами посражаться. Карты добавлены в коллекцию. Окей, еще одна. В принципе, мы можем потом прочитать про эти карты, когда нам нужно будет. Чем? Низкий уровень заряда. Что? Ступай! Мне нужно собраться с мыслями. Я вообще думал, что у нее будет целый свой мир, где вот мы будем так же идти по карте, как было в доме Лешего. Ну-ка, что-нибудь уже можем мы ему дать? Нет, подношений у меня нету. Это потом. Мы потом сюда вернемся. Низкий заряд энергии. Что это означает? Погодите. Нет, мы идем у Робороса покупать. Чтоб тебя! Я чую, как от тебя несет мясо. А моя псинка так и не нашлась. Положишь мясо ей в миску? А, вот. Это же миска, это не колодец. Все. Фоткаем. Тякинь! Отлично. Но сначала мы пойдем вот что сделаем. Хоп. Все еще нет шкурок. Ну как же нет шкурок? Есть карты. Давай, Роборос. Карта добавлена. Что это? Угарь. Нафиг. Горностай. Горностай. Ой, это мой сладенький. Я бы купил одну белку на самом деле. Карты добавлю. Она мне поможет потом. Ну что ж, это все. Мы сразимся с ним, но я так понимаю, это мы сделаем в следующий раз. Игра перевернулась в моей голове. Я вообще не ожидал такого. Я привык к одному виду игры. Но внезапно она вообще вытащила меня в абсолютно другой мир. Это так прикольно. Я надеюсь, что вам тоже понравилось. Огромное всем спасибо, что смотрели. Увидимся очень скоро в следующем видосе. С вами был Юджин и всем пять!